Всем привет! Меня зовут Георгий, и здесь мы доказываем, что математика может быть интересной. Теорема Байеса. Очень сложно поверить, что это может быть интересным и нужным. Но на самом деле это не так. Каждый день мы сталкиваемся с множеством вопросов, нам нужно принимать те или иные решения, делать тот или иной выбор. Но очень часто мы делаем это иррационально, и нелогично. Простой пример можно найти в области страхования. Страховые компании часто предлагают страховать машины от падения на них каких-то случайных объектов. И вот за одну и ту же цену часто можно застраховать машину от падения сосулек, снега и льда, и от падения любых объектов. Многие водители в северных регионах выбирают страховку от сосулек, поскольку каждый год их машина страдает от падения льда и снега. Поэтому им кажется это более логично. Но если остановиться и немного подумать, то все мы с вами поймем, что эти водители неправы. Событие, когда на машину падают сосульки, включено в событие, когда на машину падают все объекты. И получается, если мы застрахуем машину от всех объектов, мы в частности застрахуем ее от падения сосулек. Такое нерациональное поведение очень часто встречается в жизни. И это легко объяснить. Когда мы принимаем те или иные решения, мы руководствуемся не только логикой, но также нашими чувствами и эмоциями. И в итоге получается, если честно, какой-то трэш. Рекламодатели и страховщики знают эту нашу особенность. И поэтому подсовывают нам постоянно какие-то подсказки, которые на самом деле таковыми не являются. Ты втираешь мне какую-то дичь. Они пытаются нас обмануть, чтобы создать ситуацию, которая более выгодна им самим. Теорема байоса – это теорема из области теории вероятностей. И логичность и рациональность очень часто связаны в нашей жизни с вероятностью. Каждое утро мы решаем, на чем ехать на учебу. На метро в переполненном людьми вагоне. Или на автобусе, в котором можно посидеть, почитать книжку или поспать. Единственная плохая вещь в поездке на автобусе – это возможность попасть в пробку. Поэтому если вероятность попадения в пробку большая, то мы лучше выберем метро, чтобы не опоздать на урок. Конечно, если мы не хотим опаздывать на урок. А если вероятность маленькая, то мы поедем на автобусе. Хотя там мы тоже можем заснуть и опоздать на урок. Очень часто в жизни мы не понимаем, как взаимосвязаны разные вещи. Иногда мы думаем, что события независимы, но на самом деле одно событие влияет на другое. А иногда наоборот, мы думаем, что какие-то события зависят друг от друга, но это тоже не так. У каждого человека есть друг гуманитарий. Вот вы можете подойти к нему, сказать, что какая-то монетка уже упала 9 раз на орла. И кинуть монетку. Пока монетка летит, спросите у своего друга, на что она упадет. Гуманитарий подумает, ну сколько раз монетка может подряд падать на орла. Скорее всего, в 10 раз она уж точно упадет на орешка. Но человек с техническим складом ума, конечно же, посмеется. Потому что у монетки нету памяти. Она не знает, сколько раз она до этого упала одной стороной или другой. Во время 10-го броска вероятность будет 1-2, что она упадет на орла, и 1-2, что она упадет на решку. Эти события, а именно первые 9 бросков, первые 100 бросков, 200 и бросок конкретно сейчас, никак не зависят друг от друга. Хотя многие думают, что это зависимые события. Есть еще один пример, а именно очень баянистый парадокс Монти Холла, который очень часто можно встретить на какой-нибудь страничке ВКонтакте. Парадокс заключается в игре. Вот представьте, что вы играете с ведущим, он дает вам три сундука, и в одном из них лежит большая пицца. А два остальных пустые. Вы очень голодные, и вы хотите угадать, в каком из сундуков лежит пицца. Но понятно, что сундуки одинаковые, поэтому выбираете какой-то один наугад, ну и надеетесь, что там лежит пицца. Понятно, что вероятность того, что вы пообедаете, равна одной трети. А теперь ведущий открывает один из оставшихся двух сундуков. Он знает, какой он открывает, он открывает пустой, потому что один из двух всегда будет пустым. И предлагает вам поменять выбор. То есть вы можете взять уже не ваш сундук, а второй оставшийся. Вы бы поменяли свой выбор или нет? Кажется, что менять свой выбор незачем, потому что пицца либо в вашем сундуке, либо в втором сундуке. И вероятность одинаковая. 50% что у вас, 50% что во втором. Но на самом деле это неправда. И тут даже не нужно производить каких-то громоздких вычислений. Достаточно просто немножко посидеть и подумать. Давайте посмотрим, в каких случаях мы выигрываем в ситуации, когда мы не меняем сундук, и в каких случаях мы выигрываем, когда мы меняем сундук. Если мы не меняем сундук, то нам все равно, открывает ведущий, какой-то сундук не открывает, выиграла сборная России чемпионат мира по футболу, не выиграла. Ничего не влияет на нашу ситуацию. У нас как была вероятность 1 треть, так она и останется 1 треть. А вот если мы поменяем наш выбор, то фактически мы выиграем в том случае, если мы вначале выбрали пустой сундук. Потому что второй пустой сундук будет открыт. А значит мы выберем, заменой нашего выбора, сундук с айфонами, пиццей. Помню, я говорил пиццей вначале. Но это не точно. То есть мы выигрываем в тех случаях, когда мы сначала выбираем пустой сундук. А это уже два случая из трех. То есть вероятность повышается. Вот это поворот! Сейчас мы разбирали примеры, где было несколько событий, которые влияли или не влияли друг на друга. И вот с помощью вот этой теоремы мы можем посчитать как раз вероятности таких событий. А именно посчитать вероятность события А, если уже произошло событие Б. Подробнее про эту теорему вы можете прочитать по ссылке в описании. Но, собственно, я здесь для того, чтобы объяснить, что эта теорема действительно используется в жизни. Давайте рассмотрим еще один последний пример. У многих из нас есть домашнее животное. И иногда это домашнее животное, пусть это будет какой-нибудь маленький щенок, себя нехорошо чувствует. И в таких случаях мы ведем его к ветеринару. И вот предположим, что нашего щенка проверили на специальном аппарате. И ветеринар говорит, этот аппарат показал, что щенок болен. А аппарат ошибается только в каждом тысячном случае. То есть вероятность того, что он ошибется, очень маленькая. Вот спрашивается, стоит ли верить такому прогнозу? Или все-таки лучше сделать еще одно исследование? Если не знать теорию вероятностей или сразу поддаться панике, то кажется, что, ну а что тут проверять? Каждый тысячный раз только ошибка. Почему могла произойти ошибка сейчас? И мы решим, что наш щенок болен. Но это крайне неверное рассуждение. Пока мы не знаем всю ситуацию в целом, мы не можем делать выводы. Потому что если в стране у нас миллион щенков, и только сто из них больны, то если мы каждого проверим на этом аппарате, так как ошибкой является каждое тысячное исследование, то аппарат покажет, что тысячи щенков больны. Но на самом деле больны только сто щенков. То есть этот аппарат на больных щенках дает точность всего 10%. И, собственно, это число мы можем получить, если мы подставим все значения в эту формулу. Получается, что если бы мы ее не знали, то мы бы уже решили, что наш щенок болен, и запихали бы в него кучу таблеток. А если мы будем знать теорию вероятностей и пользоваться просто простейшими формулами, которые может понять любой школьник, даже любой гуманитарий, то таких ошибок мы не совершим. В общем, если вам поставили плохой диагноз, не спешите унывать. Потому что для того, чтобы понять, действительно ли он такой плохой, нужно знать всю ситуацию. Не унывайте, пацаны, не унывайте. Собственно, поэтому, когда в больнице нам ставят плохой диагноз, это еще не приговор. Хотя, когда ставят хороший диагноз, никто не спешит его перепроверять. И не только потому, что, ну а зачем его перепроверять, и так все хорошо. А еще и потому, что вероятность его неправильности намного меньше. И это тоже отражено в этой таблице. Собственно, теперь вы вправе меня спросить, почему же математики, которые мыслят рационально, логически, и все такое прочее, что, как я считаю, правильно, не являются самыми успешными и богатыми людьми на Земле? Ну, на самом деле ответ прост. Успешных математиков может быть и много, но нематематиков людей в мире намного больше. Получается, что даже если успешных математиков будет 50%, а остальных 10%, их количество намного превзойдет количество математик. Если у вас есть другой ответ на эту проблему, вы можете поделиться им со мной в комментариях. Проверять я его, конечно, не буду. Кроме того, когда мы говорим про вероятность, мы не говорим, что событие сейчас произойдет или не произойдет. Вероятность проявляется на большом множестве событий. Поэтому, если вы не выиграете пиццу после того, как вы измените свой сундук на другой, не вините меня в этом. Потому что я не говорил, что конкретно в этом случае вы получите свой обед. Вот и все. Юзайте математику, подписывайтесь на канал, а я пошел есть пиццу, которую заслужил. Субтитры сделал DimaTorzok